Это после событий 1993 года в России, которые уже, наверное, или будут у вас вопросы сегодня или не будут. Но есть я понял, что КГБ предло. Галушка не выполнил ничего, что от него просили тогдашний министр безопасности, будем так говорить. А в общем-то где-то здесь есть именно Борис Николаевич, что за это время уже сменилось несколько начальников. Где-то там и начальники, где-то РАП, и седатели уже трудно назвать. Ну, в первых руководителей КГБ, главная спецслужба, изменилась. И трудно было от них ждать преданности, верности, чтобы они сломя голову улетели его защищать. Поэтому Галушка хоть был награжден ордену личной мужества, но это было так формально, то, что хотя бы не повернули штыки в профиль, если то хорошо, вот за это он награжден, а не за то, что он выполнил какую-то спецзадачу. И разуверивший в своих спецорганах он, в спецслужбах, он вызвал меня и сказал, я принял решение такое. Вы там работали, вы не знаете, я работаю. Я понимаю, что никогда не хуже о ней перераспитании, когда я ничего не сделал. Предлагаю вам создать новую службу. Ну, пункт, как условно, именик ГГБ. Сделайте ваше предложение по тому, как обеспечить безопасность главы государства. Самая главная функция монстра была, это доступ к телу. Что я мог до него, до тела довести действительно то, что творится в стране. Действительно, чем страдают спецслужбы наши. И вот у нас недавно было восьмилетие, создавая служба президента, и пришли на это восьмилетие очень уважаемые люди. Вплоть до министров обороны и бывших руководителей спецслужб, других, и военные контрразведки, и сейчас ФСБ, тогда КГБ. И ответственность сотрудники Министерства обороны, ГРУ, я уже не говорю про МВД, и налоговую полицию, и другие структуры. Были самые уважаемые люди, пришли. Потому что они говорили, что да, служба Биопаспрезидента была как бы координирующим центром. Не могут достучаться руководители любой спецслужбы до сердца или до мозга, до мысли Верховного Главкомандующего. Поэтому выбирали меня, который мог достучаться. И действительно, я достукивался. И в общем-то у нас эти службы функционировали. Значит, сразу отвечаю по поводу службы. Служба начала создаваться. Ее день рождения был указ президента от 11 ноября 1991 года. То есть, от этого указа, после этого началось создание. Что такое создание, каждый нормальный человек поймет, что нужно время. Какие-то преференции для этого. Должение следует.